Количество заболевших раком молочной железы в Самарской области ежегодно растет на 2-3%. Сейчас на учете самарских онкологов состоит более 17 тысяч женщин с таким заболеванием. Но специалисты говорят, рак не приговор, если выявить заболевание на равней стадии. Для этого необходимо каждый месяц проводить самообследование и ежегодно профилактические осмотры. В лечебных учреждениях области есть необходимое оборудование для ультразвукового и маммографического обследований. А лечат заболевания с помощью современного оборудования и инновационных препаратов, что существенно повышает качество и срок жизни. Помощь оказывают бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования, если у пациента есть направление из поликлиники. Кроме того, в области сейчас на средства НАЦПроекта здравоохранения реализуется комплексная программа по модернизации системы онкологической помощи. Переоснащаются лечебные учреждения области, создается единое информационное поле, благодаря которому врачи могут быстро обмениваться всей необходимой информацией. Например, результатами исследований. Это необходимо для того, чтобы пациенты с онкологией получали своевременную и качественную помощь. Особое внимание первичному звену медицинской помощи области. Для того, чтобы улучшить качество ранней диагностики рака, в регионе сейчас переобучают врачей. Также в области создадут 12 центров амбулаторной и онкологической помощи, чтобы она была доступна жителям губернии. Смертность от рака молочной железы в нашем регионе меньше, чем в среднероссийской. Это, конечно, подчеркивает то, что у нас неплохо налажена система организации онкологической помощи. При этом заболевания имеются успехи определенные и в ранней диагностике. Ну и самое главное, мы, конечно, проводим эффективное современное противопухолечение. Нужно заниматься профилактикой онкологических заболеваний, профилактикой тех факторов риска, которые могут приводить к развитию онкологических заболеваний. И все они укладываются в понятие формирования здорового образа жизни.